Эстетика в разрезе. С Ольгой Засиевым. Хирургия. Сердце. Медицина. Александр Бессонов. Кандидат медицинских наук. Заведующий отделением опухолей молочной железы Ленинградского областного клинического онкологического диспансера. Доцент МИЦ онкологии имени Петрова в Санкт-Петербурге. Постоянный участник и спикер Moscow Breast Media. Вы конкурируете с собой? Вот вы ставите перед собой какие-то цели, за которые у вас идет борьба? Сложный достаточно вопрос. Целей такое количество, что я, честно говоря, даже не пытаюсь их как-то структурировать, хотя, наверное, это нужно было бы сделать. Первая задача моя, которая насущная и прямо остро актуально стоящая, это наладить работу отделения таким образом, чтобы пациенты, поступающие в это учреждение, получали самую качественную медицинскую помощь. И самое главное, это проинформировать всю общественность пациентскую о том, какие на сегодняшний день им возможны и доступны варианты лечения. Одна из больших проблем, о которой я буду говорить в своей лекции, это недоинформированность пациентского сообщества о возможностях лечения, которые хирурги на сегодняшний день готовы предоставить. У нас есть хирурги, которые, к сожалению, не владеют необходимыми методиками онкопластики, они не предлагают этого лечения пациентам. Есть пациенты, которые, даже попадая к специалисту высокого уровня, не выдают запроса на современное лечение в силу своей недоинформированности. Вот нам нужно очень сильно распространить в пациентском сообществе информацию о современной хирургии молочной железы, объяснить, что это не калечащая операция, что операции, которые были придуманы в начале 20 века, мы далеко ушли вперед и ушли далеко с помощью тех вещей, которые вы нам предлагаете и помогаете получать каждый день. Реконструктивно-пластическая хирургия совершила колоссальный прорыв. И на сегодняшний день я разделяю мнение многих зарубежных специалистов о том, что женщина не должна выходить из операционной, перенеся калечащую операцию, если она, конечно, этого не хочет в силу каких-то причин, будучи адекватно информированной. Я с вами абсолютно согласна, потому что на сегодняшний момент от химиотерапевтов идет мнение о том, что нужно выжить. И, как правило, от химиотерапевтов сеется такое зерно в голове пациентки о том, что реконструкция — это не то, что вам сейчас нужно. И, наверное, мы с этим столкнулись 20 лет назад, когда мы начинали это движение. К сожалению, сейчас еще есть отголоски, но я думаю, что даже есть такое мнение. И, конечно, с этим бороться как бы нужно, сложно. А как вы предполагаете с этим бороться? Вы ведете очень хорошо. Я смотрю ваш Инстаграм, прямые эфиры, очень много идет вопросов именно от женщин. И я думаю, что это один из способов донести до них информацию о том, что это возможно. Вы показываете результаты до-после у вас в Инстаграм. Это тоже очень важно. А какие еще варианты? Потому что, честно хочу сказать, мы пытались вот на таком мероприятии, как Московый образ митинг, мы пытались собирать пациентов, чтобы они могли пообщаться с врачами, чтобы они могли узнать, как страховая компания как может помочь с операциями. Но как-то это не получило большого развития, потому что было как бы много затрат эмоциональных. А мы не понимали, какое количество народу придет, что за народ, в общем, как-то так. И, может быть, это нужно перенести в лечебное учреждение, как это происходит во Франции, где есть определенные консультативные кабинеты. Вот как вы себе планируете это? Или пока еще нет представления? Я занимаюсь уже в реконструктивно-пластической хирургии на протяжении 8 лет, из 11 лет моей самостоятельной практики. И все эти годы, я думаю, что та деятельность, которую я осуществлял, она отчасти была направлена на популяризацию реконструктивно-пластических и онкопластических операций. Дело в том, что пациенты, перенесшие такие операции, они становятся мощным рупором, который доносит до пациентского сообщества информацию о том, что можно на самом деле сделать вот так, и это будет хорошо. И они продолжают эту информацию доносить спустя многие годы от момента лечения. Вот сегодня я получил поздравление от своей пациентки, которую я провел онкопластическую операцию 6 лет назад. Женщине на тот момент было за 70 лет. У нее было двустороннее заболевание молочных желез. Этот человек мне сказал, что я не собираюсь расставаться со своей молочной железой. Это часть меня, часть восприятия меня как женщины. Прошло 6 лет, и все благополучно у этой дамы. Она активна в социальных сетях, она комментирует многие мои посты, и передаю ей большой привет. И это здорово, что есть такие пациенты. И как раз работая с ними, предлагая людям те услуги, которые мы можем сегодня предложить, те возможности, которыми мы столько лет учились, мы тем самым популяризируем эти методы в пациентском сообществе. Люди общаются друг с другом. В соцсети очень важный и нужный инструмент, потому что меня, честно говоря, иногда повергает в уныние, когда пациенты из регионов, молодые женщины, которым нет еще и 30 лет, подвергаются архаичным методам лечения. Но когда к нам приезжает пациент из региона и получает у нас современное лечение, он потом начинает эту информацию доносить до других пациентов в молодом возрасте. Для молодого человека особенно заболевание очень сильно меняет жизнь. И для многих женщин это становится таким поворотным моментом, когда они понимают, что они должны помочь другим людям, которые оказались в аналогичной ситуации, и до них доставить информацию о том, что можно вот так. Им повезло, они сами ее нашли, они сами приехали и получили. Но они стараются помочь другим людям, которые оказались менее расторопны, менее знающими, находились во власти страха, находились под давлением авторитета, семьи, профессионала медицинской помощи, который сказал, что не нужна реконструкция, сейчас надо не об этом думать. Вот действуя таким путем, я думаю, что можно добиться каких-то системных сдвигов в этом моменте в России. Александр, то есть сегодня вы планируете по сарафанному радио получать своих пациентов? Это работающий механизм, это работающий инструмент в соцсети, сарафанное радио, работа с масс-медиа, с телевидением. Об этом нужно говорить, и мы стараемся об этом говорить все время. Потому что наша миссия, как людей, посвятивших себя, не только борьбе с онкологическими заболеваниями, но борьбе изучению современных методов лечения, мы должны эти современные методы доносить до общества, должны информировать общество о их наличии. Эстетика в разрезе. Вы сделали прекрасный доклад. Сейчас мы живем в условиях ковида, про ковид и помощь онкологическим больным. Расскажите, пожалуйста, чуть более подробно, как планировать сейчас онкопомощь больным в условиях ковида, потому что этот зверь, он выбежал, собственно говоря, на неподготовленную совершенно аудиторию. Одна из идей, которую я хотел донести в своем докладе, состоит в том, что зарубежные рекомендации по лечению онкологических заболеваний, которые были выпущены аж год назад, мне показались несколько поспешными во многих моментах. А главное, что они привязаны к зарубежной системе здравоохранения, где, например, период пребывания пациента в стационаре после хирургического лечения очень сильно ограничен. В зарубежных клиниках в Германии, в Австрии пациента выписывают практически на следующие сутки после операции. Никто не держит человека на протяжении 10-15 дней. То есть и все манипуляции в послеоперационном периоде, соответственно, вынесены на амбулаторный этап. То есть человек приходит на перевязки, ему нужно приезжать на общественном транспорте, на личном транспорте, проходить какие-то, ну то есть взаимодействовать с гораздо большим количеством людей. Таким образом, прооперировав человека в Германии, этого пациента обрекают на определенную необходимость взаимодействия с большим количеством людей, перемещения постоянного. Это не законченный случай, когда человека прооперировали и выписали. В наших реалиях в российской системе здравоохранения государственного подчинения пациенты находятся в стационаре зачастую и по 10, и по 15, и по 20 дней могут находиться. Если койки опустили в стационаре, то это вопрос к заведующему отделения, почему так вообще происходит и где, собственно говоря, больные. Может, у вас слишком много койок, может, нужно их убрать, а никто не хочет этого делать. Естественно, пациенты наши часто находятся в стационаре, и часть амбулаторного этапа, который за рубежом вынесен, он проходит в стационаре. И на самом деле пациент, поступивший в стационар, он наоборот более защищен от контактов с другими людьми, находящимися вовне лечебного учреждения, которые не делают компьютерные томографии при поступлении, которым не выполняются тестирования при поступлении в стационар. То есть мы создаем, наоборот, более защищенную среду с одной стороны. И вот разработка каких-то национальных рекомендаций по лечению онкологических заболеваний в период пандемии, она была бы, на мой взгляд, чрезвычайно полезна. Но, к сожалению, национальных рекомендаций нет. Поэтому я постарался поделиться опытом, который прошло отделение опухолей и молочной железы Института Петрова. Изначально мы приняли зарубежные стандарты в практике, потому что мы привыкли следовать рекомендациям наших зарубежных коллег. Но в процессе деятельности своей мы поняли, что эти стандарты, несмотря на всю тяжесть пандемии в обществе, они избыточны. И многие решения показались нам не совсем оправданными. Но вы прекращали оперировать? Вы закрывали отделение или вы продолжали? Нет, наше отделение не закрывалось. На первом этапе было уменьшено количество реконструктивных операций, было больше проводилось операций как первого этапа лечения в тех случаях, когда это было возможно, чтобы избавить пациентов от системного лечения в острый период. Но в итоге мы поняли, что пандемия продолжается. И все равно этим пациентам, которых мы прооперировали, потребуется системное лечение. Мы не можем его отменить. И какая разница будет эту химиотерапию получать пациент после операции в период ковида или до операции в период ковида? И в конечном итоге мы, в общем-то, перешли к... Постепенно восстановили те практики, которые были у нас до начала пандемии. Это как-то повлияло на количество пациентов или нет? Ну, на определенных периодах локдауна, поскольку наше учреждение тогда, это федеральная клиника, в которой я работал, пациенты приезжали со всей России в связи с ограничениями перемещений в регионах, которые было, количество пациентов несколько уменьшилось. Но на сегодняшний день полностью восстановились потоки. Был момент, когда учреждения собирались перевести и сделать его клиникой, специализирующейся на лечении ковида. Но пациенты наши, спасибо им большое за активность, собрали 150 тысяч подписей на платформе Change.org, и это решение было отменено. Замечательно. Я, честно говоря, даже об этом не знала. То есть пациенты имеют возможность повлиять на решение административное? Ну, к такому большому количеству людей прислушалась администрация города Санкт-Петербурга. Александр, а вот скажите мне, пожалуйста, хорошо, мы говорим, вы вот отметили у себя в докладе, вы можете сдвинуть отсроченную реконструкцию молочной железы. А насколько можно сдвинуть, вот когда уже установлен диагноз рак молочной железы, насколько можно переместить, отсрочить операцию? Это зависит от биологии и заболевания. Если речь идет о гормонозависимой опухоли в постменопаузе, то здесь у нас есть очень мощный и хороший инструмент лечения пациентов гормонотерапии. И максимальная длительность гормонотерапии, которая отражается в клинических исследованиях, это год. То есть год женщины могут получать гормонотерапию при условии ее эффективности, которая должна оцениваться через три месяца, конечно же. И процент полных регрессов, который достигается на гормонотерапии, а это реальность, это не какая-то фантазия, не мистика, этот процент становится максимальным именно к году терапии. То есть, как правило, гормонотерапия предоперационная – это 3-6 месяцев, но, в принципе, при условии ее эффективности, немолодым пациентам с гормонозависимым раком это лечение может быть безопасно отсрочено. Эстетика в разрезе. Сегодня регионы хотят развивать онкологическую службу непосредственно у себя на местах, для того, чтобы финансирование не уходило, ну и для того, чтобы, я так понимаю, регионы развивались и имели возможность оказывать помощь именно в местах проживания своих жителей. Поэтому скажите, а как можно попасть к вам из других регионов? Из других регионов можно попасть, получив направление по форме 57 на лечение в конкретно лечебное учреждение. У нас законодательно закреплено право пациента выбирать лечебное учреждение, выбирать врача, у которого он хочет получить лечение. Мы всю жизнь нашу платим налоги, и на них существует система обязательного медицинского страхования, которая должна удовлетворять потребность пациента. Для этого здравоохранение и существует. Что касается развития в регионах службы онкологии, это очень сложная задача. Дело в том, что становление специалиста в онкопластической хирургии это многолетняя история колоссальных вложений, длительного обучения. Это штучные специалисты, вырастить которых на ровном месте невозможно. И для того, чтобы сформировалась школа, ее необходимо развивать. И мы в Институте онкологии за время моей деятельности в этом учреждении под руководством Петра Владимировича старались внести свою лепту в это. В частности, с вашей помощью подготовили иностранное издание на русском языке. Это первая книга по онкопластической хирургии, которая может стать основой для обучения и подготовки кадров. Потому что полноценного пособия, освещающего современные аспекты хирургического лечения рака молочной железы, именно в контексте комплексного лечения, комплексного подхода к онкологическим заболеваниям, до сих пор не существовало. С вашей помощью, нашими трудами мы это пособие подготовили. Это супер, вы молодцы, потому что на самом деле, действительно, то, что касается реконструктивной хирургии, у нас практически в России ничего не было, действительно. И почему-то книжки публиковались на Украине. И авторы публиковали это специально на русском языке, хотя, так сказать, они украинские граждане, для того, чтобы иметь возможность реализовывать эти книги в России. Потому что, действительно, у нас такой литературы не было. Чем вы будете отличаться от ней, Петрова? Это непростой вопрос, откровенно говоря. Для начала нам нужно достичь уровня Института Петрова, чтобы отличаться потом можно было как-то немного в другую сторону. Но многие вещи, которые на сегодняшний день доступны в Институте Петрова, уже сегодня доступны пациентам в Ленинградском областном динсоспансере. Особенно в аспекте реконструктивно-пластических операций, расходные материалы, импланты, экспандеры, реконструктивно-пластические одноэтапные, двухэтапные операции. Это уже сегодня доступно. Некоторые вещи необходимо усовершенствовать и довести их до общемирового уровня, а дальше развиваться параллельным курсом, принося свои какие-то идеи, какие-то новые фишки. Еще хотела задать вам вопрос про болезни имплантов. Вы входите в международную комиссию, которая отслеживает возникновение этого заболевания, тоже очень странного, сложного и не совсем понятного в мире. Вот буквально несколько слов расскажите, на каком сейчас это идет этапе. Мы помним, что компания «Аллерган» мужественно отозвала свои импланты со всех мировых рынков, но тем не менее флёр остался, народ тем не менее об этом говорит. На каждом мероприятии обязательно сессия проводится по болезни имплантов, для того чтобы хирурги понимали, знали, и знали самое главное, на что обратить внимание, и к кому бежать, если вдруг такая ситуация будет выявлена у одного из пациентов. На сегодняшний день в Российской Федерации официально через Роспотребнадзор и через регистр Американского общества пластических хирургов, который мониторит данные об случаях анопластической лимфомы, зафиксировано 4 случая ЛСЛ. Два из этих случаев, четырёх, были зарегистрированы нами из Института онкологии Петрова. Это пациенты, которым непосредственно лечением занимался я. Исходя из такой статистики, когда из четырёх случаев два зарегистрировано... 50% ...фактически мной, я прекрасно понимаю, что реальности случаев больше. Просто они не регистрируются адекватно, не оцениваются и не отслеживаются. Чем больше информированности у пластических хирургов о болезни, имплант ассоциированная на пластической лимфомы, тем лучше, потому что это безопасность пациентов, это правильное лечение в случае возникновения таких заболеваний. В большинстве случаев одно лишь хирургическое вмешательство излечивает этих пациентов. Просто оно должно быть адекватно спланировано и правильно проведено. То есть с необходимыми этапами диагностики на амбулаторном этапе и соответствующим планированием. В отношении того, что об этом до сих пор говорят, я думаю, что ещё долго будут говорить, потому что пациенты с имплантами, с которыми наиболее связана самая высокая частота имплант-ассоциированной лимфомы, это как раз-таки продукция фирмы Allergan. Эти импланты ставились очень активно, ставились много. А от момента имплантации до момента развития анапластической лимфомы в среднем проходит 5-7 лет. То есть говорить ещё будут долго после ухода производителя с рынка, с этой продукцией. Поэтому предполагаю, что мы ещё увидим эти случаи и будем их обсуждать. Будем наблюдать. Эстетика в разрезе. Почему вы выбрали онкологию? Ещё в институте меня очень стала интересовать онкология, поскольку, честно говоря, я пришёл в реконструктивно-пластическую хирургию из онкологии. Собственно, Институт Петрова — это учреждение и отделение, в котором я работал. Оно связано не только с хирургическими методами лечения, но по образу и подобию, например, германской системы. Специалисты в этом учреждении назначают и проводят системное лекарственное лечение. Много лет на протяжении моей хирургической практики я занимался и лекарственным лечением рака молочной железы. И по своему скромному суждению неплохо в этом разбираюсь на сегодняшний день. Именно наукоёмкость онкологии, именно колоссальный объём исследований, которые в этой области проводятся, и весь огромный массив знаний, которые нужно освоить для того, чтобы быть практикующим специалистом высокого уровня, для меня это было вызовом, который я, будучи таким прилежным и интересующимся студентом, решил в своё время принять и начал изучать онкологию ещё в институте. Поэтому к окончанию, в общем-то, выбор для меня был совершенно определённый. Ну а почему всё-таки хирургия, а не химиотерапия? Этот вопрос, да, я себе тоже задавал периодически, потому что лекарственное лечение – это очень интересная область. Но мне кажется, что в Российской Федерации, в России вообще исторически и культурно, человек, который, собственно говоря, своими руками осуществляет лечение, не только своим интеллектуальным ресурсом осваивает какой-то аспект и лечения назначает, но именно человек, который сам оперирует – это особое построение взаимоотношений между врачом и пациентом. Это особый уровень взаимодействия. И вы знаете, ещё со временем, с годами практики, я вот пришёл к такому пониманию, что любой этап лечения, который проводится, он очень сильно зависит от человека, который его проводит. По какой-то непонятной причине. Даже лучевая терапия. Вот, казалось бы, есть дозиметрия, есть медицинский физик, есть специалист, аппарат. Поставили, нажали кнопку, всё сработало. Но один специалист лучевой терапии проводит нашим пациентам её так, что всё проходит блестяще, у второго появляются осложнения. Почему? Какой-то есть в этом всём человеческий фактор, действительно какая-то магия. Мне кажется, что с течением времени, наверное, моя магия становится немного лучше, потому что результаты у пациентов, которые я вижу с годами, начинают меня радовать больше, чем раньше. На самом деле, это определённый драйв. Все хирурги любят свою работу. Адреналинщики. Да, я не знаю хирурга, который бы сказал, ну вот я там оперирую. Это то, без чего ты как бы уже постепенно понимаешь, что с ними не можешь. Потому что это вот самая, мне кажется, суть медицины. Хирургия — это сердце медицины, как мне кажется. Потому что всё остальное — мозг, идея, но вот душа, как бы приобщение к тем практикам, которые ещё с древнейших времён люди осуществляли, стараясь друг другу помочь, вот ты это чувствуешь, заходя в операционную и делая что-то своими руками. И это здорово, и это заставляет сердце биться, это заставляет тебя и нервничать, и беспокоиться, и переживать потом, и радоваться. Ну то есть это вот спектр всех тех эмоций, которые заставляют тебя чувствовать себя живым. Поэтому хирургия, мне кажется, её все, кто здесь в аудитории собрались, это все в определённой степени фанаты этих ощущений и любители такой жизни. Такой личный вопрос. Скажите, откуда такое потрясающее знание английско-американского языка? За это нужно, наверное, поблагодарить не только моих учителей, которые меня обучали, но и родителей, которые всерьёз к этому отнеслись. Это действительно такая вещь, которая даёт человеку большое преимущество и возможность развиваться, потому что основная масса профессиональной литературы, конечно же, это на английском языке написано. Я в своё время провёл несколько месяцев в США ещё в детстве, несколько месяцев в Великобритании в процессе обучения. Ну и, собственно говоря, мне всегда нравился очень английский язык. Вот как-то я к нему испытывал особую любовь и тягу, изучал его прямо вот в глубинных аспектах. То есть вас не забирали родители на замок, чтобы вы его штудировали? Я как-то вот вспоминая своё детство и обучение, я, в принципе, был очень прилежным учащимся. Меня не то чтобы нужно было заставлять из-под палки, я как-то воспринимал это как вот, ну это нужно делать и делать. Зачем посещать каждый год конференции, как сегодняшняя шестая Моско-брестмитинг? Посещение этих конференций очень важно для профессионала, потому что когда ты развиваешься, и даже когда ты с одним и тем же условным материалом встречаешься, ты его воспринимаешь иначе. Вот вспоминая, когда я на заре своей деятельности ездил в Испанию, как раз-таки в Мадрид, давно-давно это был тренинг, организованный Клавермедом, я ездил в Центр Интеграл де ла Мама, был хирург такой Боргезе, он демонстрировал реконструктивные операции, но я не владел многими приемами и не понимал, как бы, как их вот привезти домой. Вот я их посмотрел, но я сам еще не умею этого. И только спустя годы, в принципе, я стал понимать, что тогда я посмотрел, и, в общем-то, стал делать то же самое. Вот этапность развития индивидуального, она должна совпадать с этапностью ознакомления с информацией, тогда это будет способствовать еще улучшению качества знаний, углубления, понимания и совершенствованию, в том числе, личных техник хирурга. Спасибо большое. Желаем успехов, процветания, и чтобы, так сказать, ни один зверь ковид не помешал развитию вашей замечательной, блистательной карьеры, а мы всегда будем рядом. Спасибо большое. Спасибо.